АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Так, ну, на самом деле я даже программист. Нас обманули. Я не биолог совсем. И я сегодня буду рассказывать про биоинформатику. И хорошая новость о последнем. Вот, я надеюсь, вы еще не спите. Ну, мне должна будет ваша помощь. Я надеюсь, что у вас есть мобильные телефоны. Заходите на вот этот адрес телефона. Еще есть замечательный хэштег. Курилка, стоп. Можете писать с ним хэштегом в Twitter. И сообщения будут появляться прямо в презентации. Ну, заходите. Сейчас я пока расскажу про себя. Вы пока заходите. На самом деле... Вайфай, к сожалению, нет. Если ты лежа. Я младший научный сотрудник не биологии. Но я закончил МФА. Но я буду рассказывать про молекулярную биологию. Но это не проблема. Потому что в биологии, мне кажется, возможно все. Вот. И... Мне кажется, у тебя проблемы с сообщением. А попробуйте сейчас задать вопрос. Нет. О! Я думаю, что ноги растутся. Какого-то последнего? Да. Да. Ну, смысл уже есть. Да. Ну, такая просьба. Попробуйте. Но дальше большая просьба. Вопросы задавать по делу. Я буду на них пытаться отвечать. Так вот. Я уже год работаю в НИИ биологии. Я закончил МФМА. И когда я только начинал заниматься биоинформатикой, я думал, что молекулярная биология, человек, который занимается молекулярной биологией, выглядит вот так. Это какой-то парень такой с пробирками. Вот. А я всегда работаю с компьютерами. Я очень боюсь, хочу что-либо капать. Мне кажется, что это очень страшные люди. Но я начал работать. И я понял, что эти парни выглядят вот так. Вот. Они всегда за такими старыми компьютерами. У них есть джойстики. Вот. И... Давайте теперь по делу. Я информатика. Эта наука зародилась лет 30 назад. И она нужна была, чтобы решать практические вопросы, которые возникли у молекулярных биологов. Есть такая проблема, что ДНК, которая находится в каждой клетке нашего тела, это такая длинная-длинная молекула. Если вот вынуть всю ДНК из клетки и растянуть ее в одну линию, то мы получим примерно около днику такую, размером 2 метра. Но на самом деле у нас не получится этого взять, она развалится. Но, соответственно, мы можем это упробовать. И... Эта наука, она на стыке биологии, медицины, генетики и... Эээ... Так, ну, давайте заканчиваем ходить. Я... Давайте... Это эксперимент. Мне было очень интересно... Вы уже вопросы по делу. Вот так. Большая вопроса. Эээ... Ключевые слова про вообще какие есть применения в биоинформатике. Вот эти все науки или области знаний, или области народного хозяйства. Вот здесь, вот здесь используется биоинформатика. Как видите, в Средине есть очень крутые, профессионализированная медицина. Это то вообще, на самом деле, о чем мечтает человечество уже давно. Это позволит повысить... Эээ... Повысить выживаемость людей с генетическими заболеваниями. Это просто поднимет медицину в какой-то недосягаемый мини-уровень. На самом деле, здесь очень много таких слов, которые выглядят как фантастика. Ну, дальше будет понятно. Для того, чтобы осознать вообще, зачем нужна биоинформатика, какие вопросы она решает, нам нужно сделать такое погружение в молекулярную биологию. На самом деле, скорее всего, большинство того, что я буду рассказывать, вы уже знаете. Ну, там, с школьного курса. Но я это повторю, потому что я в школе очень не любил биологию, и мне приходилось это все учить, ну, осваивать в процессе практических занятий. Вот. Это клетки. Это обычные клетки. И нужно здесь понять, что у них есть ведро. И очень интересно, в ведре клеток есть хромосомки. Вот. И в них упакована вот эта хромосомка большая. И мы видим, что там есть вот такая молекула двухцепочечная, это наша ДНК, которая как-то вот упакована, тут у нас есть гистона, на которой намотана эта нитка. Вот она разматывается, разматывается. И мы видим, что в итоге она состоит из пар оснований. То есть это биополимер, мономером которого является нуклеотип. Ну, это такой двухцепочечный биополимер. И нуклеотип бывает четырех типов. Адемин, тимин, боминин, цитазин. На самом деле, каждый полимер — это такая сложная химическая конструкция, где там 30 атомов. Но для биоинформатики это не важно. Мы считаем, что... Мы их вообще назначаем вот этими буквами, которые вы видите. Вот. Давайте посмотрим поближе. Все просто, да? То есть у нас вот они друг с другом две цепочки сцеплены. И есть правило комплиментарности, которое говорит, что тимин у нас соединяется только с адемином, цитазин с гуанином. То есть цитазин с адемином не может соединиться. Вот. Но для биоинформатики важно, что ДНК — это строка. И дальше мы поймем, почему нам очень важно знать эту последовательность, чтобы предсказывать или не анализировать какие-то пенотипические свойства, то есть уже реальные свойства живых организмов. Ну, так как у нас строка комплиментарная, ну, у нас две комплиментарности какие-то, то мы вообще всегда рассматриваем одну, но если нам нужно, мы всегда будем расстроить по правилу комплиментарности вторую. Теперь давайте поговорим про репликацию. Это, ну, будет очень важно вспомнить этот процесс, потому что, ну, у нас когда клетки теряются, количество ДНК в них удваивается, и у нас расцветается спиралька, и по правилу комплиментарности достраиваются другие цепи, и получается в итоге две длинки. Но ДНК полимераза в процессе вот, ну, всего вот, всей репликации могут носиться ошибки. То есть может вдруг так получиться, что напротив аденина станет там не тимин, а гуамин. Вот, и такое бывает, но достаточно редко. И это и называется мутация. То есть мутации могут возникать спонтанно. Дальше я поясню почему. Давайте познакомимся с еще одной молекулой, или вспомним хорошего знакомого, РНК. РНК, она одна цепочечная. Когда она находится в клетке, она может соединяться сама с собой, тоже по правилу комплиментарности. Но тимин там заменен на уроцилы. Вот. Как же она получается? Она получается путем конскрипции из ДНК. У нас двойная цепочка расплетается, на нее садится РНК полимераза, и копирует символы, но только тимин заменяет на уроцилы. То есть с точки зрения ее информатики это такая же строка, только тимин, тимином булком Т есть буквы У. Вот. И мы уже подходим к самому важному. Белки. Белки это самое, ну не самое важное, но почему это важно сейчас понять. Потому что из белков мы состоим все. Вот все, клетки из букв. И белки, они... Это тоже такой биополимер, но буквок там больше, алфавитных которым. Их 20 штук. Ну видно, что буквок больше. И они выполняют кучу разных функций клетки. И что еще важно понимать? Что вот эта вот линейная последовательность, да, она важна, но не менее важна трагментная структура. Потому что вот этот белок, он у нас очень сложно устроен организован в пространстве. То есть он сворачивается, и получается очень-очень сложная структура. Вот тут я выписал, у них 4 есть, 4 уровня организации белков. Вот. Идем дальше. И вот этот как бы самый важный слайд в этом разделе. Это центральная догма молекулярной биологии. Что здесь нарисовано? Здесь нарисовано, что на самом деле информация наследственная, которая закодирована в ДНК, вот это вот ДНК наша, она в ядре, значит, превращается, ну, она коронскрипируется и получается РНК. которая выходит из ядра, идет, ну, выходит в цитоплазму, и на рибосома строятся белки. Причем хитрым образом у нас берется три нуклеотида из РНК и превращается в один белок. Вот. То есть три буковки из РНК превращаются в одну буковку из того фабита, который мощности 20. Вот. Ну и тоже. Следующие кадоны. Все так же происходит. Вот. И, собственно, как... Вот в этой таблице приведен генетический код. То есть здесь приведено соответствие, как три нуклеотида из РНК превращаются в белок. мы видим, что он избыточный. То есть, ну, легко посчитать, что вот у нас здесь три буковки, и здесь вариантов 6-4. Ну, то есть, тут 4 на первой позиции, на второй позиции 4, и на третьей. 4, там, легкая математика, 4 в третьей. Это 6-4. А белков всего 20. И любому математику понятно, что если у нас 6-4, и у нас здесь другой, то у нас копировка будет избыточная. И поэтому, ну, тут видно, что вот, например, последние буквы, да, можно менять, но при этом у нас остается один и тот же белок. И вот те самые мутации, которые у нас могут возникать в процессе репликации, в процессе копирования ДНК, вот, спонтанные, они иногда могут не приводить к изменению белка. И что это значит? Это значит, что если у нас не изменен белок, то, в принципе, все хорошо, мы изменили ДНК, но белок не изменился, он работает крепко и точно так же. Вот. А если мы куда-то внесли изменения в другую буковку, то у нас просто получилась другая буковка в этой позиции в белке, и тогда сам белок может свернуться на штрихмерную структуру совсем по-другому, и какой-нибудь процесс клетки сломается. Иногда это приводит к серьезным болезням у человека, не только у человека, вообще это у всех живых клеток одинаково. Вот. И там в анонсе было про размеры геномов. Вот. Теперь вы уже все знаете, как нам оцифровать геном, что наша двойная спираль ее можно выписать в форме строки и сохранить текстовый файл. Причем это буквально геномы хранятся в форме текста специальных паста файлов, но разница в размерах у них громадная. то есть несколько порядков. Вы видите, здесь вот у нас кишечная палочка, она у нас, что паста села? А, нет. Кишечная палочка это, там, 5 миллионов, а BP это пармаклеотидов, это вот 5 миллионов, это двойная цепочка в двум пар. 5 миллионов длина нашей ДНК. А, я вижу, вы хотите сделать эксплойт, надеюсь. Вот. Дальше Медрософил это плодовая мушка, у него уже побольше геном, и у человека это совсем большой прибор, ну, порядка трех миллиардов. Вот. Порядок, видно, что отличается. И на каждую букву у нас уходит по байту. В принципе, ну, на самом деле это не так даже избыточная, на самом деле нужно 2 бита, потому что, ну, чтобы закодировать, но в реальности на букву, вот, в реальной биоинформатике делают по одному байту. И, соответственно, нужно, ну, легко сочетать, что, чтобы закодировать геном с помощью, ну, текста, нужно 3 гигабайта. Вот. На первый вопрос, который был в анонсе, я вам ответил. Вот. А теперь я вам расскажу про геном человека. Кто-нибудь слышал про этот проект? Что это такое геном? Прошу вопрос, я сейчас отвечу. Кто-нибудь слышал про геном человека проект? Так. Ну, кто-то слышал. Ну, смотрите, этот проект, который начался еще в 90-е годы, он еще по всему миру. Вот. У него было очень много лабораторий, он шел примерно 10 лет, но там, на самом деле, 10, потом еще доделывали его. Вот. потратили, тоже там около трех миллиардов долларов, то есть, огромные деньги. Вот. И, что в итоге получили? В итоге, взяли несколько людей и, собственно, выписали их весь геном, вот, файл. геном. действительно, что же такое геном? то есть, вот, геном человека, это геном какого-то конкретного человека, вот, можно сказать, что, у меня есть, там, хромосомы, если выписать их как текстовый файл, взять кого-то из вас и тоже выписать, и будет ли там отличие какие-то, будут ли они отличаться. На самом деле, будут отличаться на очень маленькое число. Это, обратите внимание, это процент. То есть, это 0,01 процента. То есть, очень-очень мало. Мы все очень похожи и у нас не так много отличий в нашей антибиотике друг от друга, а геном, на самом деле, это совокупность всех возможных комбинаций биологических и сегминировать и все эти вариации где-то выписать, то это называется геном. Все возможные варианты внутри одного вида биологического. То есть, человек, человек. Если какое-то там некопитающее взять, то будет некопитающее. Вот, то есть, это выглядит как-то так. На самом деле, вот тот геном человека, который, то есть, есть в интернете база данных, которая называется на себя, и там можно открыть и посмотреть, как там выглядит этот геном человека, посмотреть, взять там хромосомы или какой-то конкретный ген. И на самом деле, там геном, он химерический. То есть, это геном, который взят несколько людей и в итоге выписана некоторая средняя строка. Вот. Что еще нужно знать про геном? Вот, мы посмотрели, что, ну, поняли центральную токму регулярной биологии, поняли, что ДНК превращается в белок. Ну, вопрос, а все эти 3 миллиарда символов превращаются в разные белки? И как это происходит? На самом деле, нет. На самом деле, белки превращаются в 1%. И обычно, такие участки называют генами. А остальной геном, он наполнен различными повторами, какими-то мобильными элементами. И вообще, когда человек был только просеквенирован, то считалось, что это мусорная ДНК. Но, как бы, сейчас уже понятно, что это не так, и там тоже зашифрован какой-нибудь смысл. То есть, даже там не зашифрованы белки, но это все очень, ну, влияет на жизнедеятельность конкретной клетки, в которой это все происходит. Ну, и вот, я хотел показать примерно, как… Так, так, что… Тьма, тьма… Так, ну, понятно. я думал, что будут вопросы по делу. Вот, а здесь нарисована хромосома, и ее маленький участок, вот, показан в виде линии, и мы видим, что вот эти вот прямоугольнички, это гены, и между ними есть промежутки. Вот, собственно, некодирующий геном вот лежит в промежутках, и, а гены, они кодируют белок, и он считается кодирующим. На самом деле, немножко набрал, ну, будем считать для первого приближения, что это так. И, к чему я все это веду? Геном человека… А, так как это сигминатор, сейчас объясним, что это. Геном человека, помимо того, что… Да. А, геном человека, помимо того, что он дал нам некоторый образцовый референс на геном, который мы можем, ну, анализировать, да, он нам дал еще и технологический прорыв в том, что мы могли, ну, взять любого человека и установить его последовательность. Этим занимается сигминатор. То есть, мы можем взять там, кровь или слюну, и поместить в этот прибор, и получить, собственно, строку. Вот. Но, на самом деле, строку мы получаем только благодаря тому, что… благодаря информатике. Вот, собственно, сборка генома – это прекрасный пример того, как взаимодействует биология и математика, потому что прочтение генома выглядит так. У нас есть несколько копий нашего генома, вот они, такими полосками здесь изображены. Вот. Они все ломаются на маленькие-маленькие участки и прочитываются. Но никто нам не говорит, откуда каждый участок конкретно вот здесь. Ну, то есть, мы знаем, что это участок откуда-то, мы не знаем откуда. И нам на вход, то есть, в биоинформатике написали программу, которая на вход дается множество таких кусочков, они ищут в ней перекрытие и устанавливают целую строку. Да, в Ростовской мюрии есть секвинатор. У нас в Ростове три секвинатора есть даже. То есть, будущее уже практически на пороге. И к чему я все это веду? Я веду к тому, что биоинформатика и вообще молекулярная биология это наука о данных. Это наука по анализу данных. Геном стоит расшифровать 7000 долларов полностью и около 1000 долларов стоит расшифровать экзом, только кодирующую часть. В принципе, этот штат у нас чуть подороже. У нас экзом, эта кодирующая часть стоит 3000 долларов примерно. Так вот, биология это наука о данных. Данных очень много, потому что секвинировать дешево, получать разные другие связанные с этим биологические данные дешево. И нам нужны вот эти наши СААС, про которые нам сегодня рассказали предыдущие спикеры. У нас нужно хранить огромное число данных. И здесь это график, который показывает рост генбанка. Это открытая база данных, которую биологи, когда что-то секвенируют, они эти данные туда отправляют. Они там лежат. Любой ученый может зайти, посмотреть и их анализировать. Это хороший вопрос, я на нем чуть-чуть позже остановлюсь. Видно, что рост данных идет в несколько порядков. Я немножко буду пропускать, у меня мало времени уже осталось. Тут я выписал название баз данных. Но самое важное тут NCBI, хотя эти тоже канонические базы данных, к которым все обращаются. Но мы лично пользуемся NCBI. Таким образом, что нам это дает? Это нам дает возможность анализировать биологические клетки в инсилико, то есть в процессе компьютерного эксперимента. Мы можем анализировать этот геном. Давайте возьмем простой случай. Есть люди, которые предрасположены к каким-то болезням. Есть люди, которые страдают генетическими болезнями, то есть болезнями, которые передаются наследственным путем. И, собственно, знание нашего генома, то есть мы можем посмотреть, какие у нас есть проблемные места. Если, допустим, мы уже страдаем этими болезнями, то есть есть такие люди, то расшифровка генома позволит установить диагноз. И на самом деле бывает так, что болезнь проявляется только какому-то возрасту. И вы на самом деле живете и не знаете, что у вас это болезнь. И еще одна важная шокирующая информация. На самом деле риск заболевания, это примерно каждый сотый так или иначе сталкивается с этими болезнями. Да, можно, есть генетерапия, но пока это все довольно экспериментально. Вот, потому что сейчас достаточно просто исправить на этапе... Ну, я позже про это скажу, про исправление. У меня будет последний слайд. Вот, но смотрите, мы посмотрели ДНК, НК-белок круто, но мы знаем, что белки и мегапитающие схожи на 90%. В чем же разница? У нас похожие геномы. Но мы выглядим совершенно по-разному. Нам нужно разобраться, почему так. Вот. На самом деле правда в том, что я вам рассказал только маленькую-маленькую решину айсбекга. На самом деле то, что гены кодируют белки, это еще не все. Вот в наших летах не все гены работают. То есть не по всем генам идет создание белков. И увеличена интенсивность экспрессии, она меняется во времени. И на самом деле, да, есть такие исследования по разнице здоровых и больных людей. Причем доводят наши заболевания до конкретной мутации, конкретным геймам. Я хочу сказать про то, что... Сколько у меня еще есть времени? Пару минут еще есть? Пару минут заиграл уже, типа. Пару минут еще как-нибудь. Хорошо. Тогда давайте я не буду рассказывать. Я кратко совсем расскажу. Я хочу сказать, что на самом деле с генами можно еще... Гены могут влиять друг на друга. Они могут усиливать экспрессию друг друга. И можно строить генные сети. Про... Ну, я хотел здесь немножко рассказать про наше исследование, которое мы с ребятами и своими коллегами делали. Но скажу только, что мы исследуем негадирующую часть генома и пытаемся выяснить... Мы пытаемся выяснить... Мы пытаемся выяснить... Мы пытаемся выяснить, как влияют микро-РНК... что она вдохновила меня в информатике и почему ей стал заниматься. Это самый важный раздел, чего ждать в будущем. Ну, первое. Сейчас смотрели интерстеллар. Там, значит, земля погибала от того, что какая-то неизвестная болезнь поразила нашей средственной культурой. Но сейчас уже в информатике есть ответ. Генно-модифицированные продукты. Их нужно выращивать, их нужно кушать. Это не вредно. Есть распространенный миг, что это вредно. Но на самом деле это позволит нам получить культуру устойчивой к разного рода болезням, засухам и прочим. Хотя не все в это верят. Все знают фильм «Вечное сияние чистого разума». И там Джиму Керри, героя, который играет Джиму Керри, ему какие-то добавляли воспоминания, их изымали. И режиссеру, наверное, даже казалось, что это невозможная фантастика. Но уже сейчас автогенетика пытается подступиться к этим вопросам. И последний фильм это Гатака. Казалось бы, антиутопия. Если кто-то не смотрел, то это фильм, где главный герой хотел полететь в космос, но не мог, потому что он был рожден естественным путем. Они такие, с пробирки. И у него были эффектные гены. И он с этим боролся в этот фильм. И казалось бы, прекрасно такое общество, которое евгеника процветает. И казалось бы, мы от этого очень далеко. Но нет, на самом деле это уже здесь. И уже сейчас пары, которые болеют какими-то заболеваниями генетическими, они прибегают к экстракорпоральному удовлетворению. И вот эти все эмбрионы, которые получаются с пробирки, их уже на раннем этапе сегминируют. То есть смотрят их ДНК и выбирают тех, кто не болеет. Что? Я не знаю, насчет России, но в Штатах это уже происходит. В Ростове? В Ростове? Нет, наверное, нет. Но вообще, тут вся проблема в том, что очень быстро нужна. Вот там эмбрион, он живет неоплантированно в маму. Очень мало. Там нужно за двое суток. Ну, вообще, в принципе, может быть, это можно сделать и в Ростове. Я не знаю, где-то в Ростове. Вот. У меня все. Вопрос был про ГМО. Ну, последний вопрос. Вопрос про ГМО. Почему ходит такой миг, что они не размножаются? Потому что те, кто продают семена, им выгодно продавать гибридов, которые не размножаются самостоятельно, чтобы те, как с детственниками, были зависимы от них. Но на самом деле, если мы будем просто получать новое растение в этом селекции или если мы будем редактировать едином напрямую, никакой разницы в этом нет. Но, естественно, те, кто производит семена, они, конечно, не заинтересованы в том, чтобы делать то, что будет самовоспроизводить. АПЛОДИСМЕНТЫ